Так, ну что, ребят, всем привет! Я вам поставил на фоне такой динамичный график 1 секунда на Binance, чтобы вам скучно не было. Ну, соответственно, если кто собирается там кушать, либо пить чайок, кофеек, да, там, либо водичку, то, соответственно, усаживайтесь поудобнее. Соответственно, сегодня я расскажу топ-10 моих инсайтов после трех лет вообще нахождения в криптовалюте. Уже даже, ну да, считай, 3 года и 1 месяц я нахожусь. Даже, я бы сказал, наверное, 2 месяца, я точно не помню уже. Вот, что я осознал за 3 года в крипте, что я осознал за практически 2 года уже ведения закрытого клуба и, получается, за 2 года ведения YouTube-канала. Ну и Telegram-канала, в том числе, понятное дело. Вот, основные ошибки, которые я заметил за 3 года нахождения в криптоиндустрии, там, за 2 года ведения YouTube-канала, почти 2 года закрытого клуба и общением также с сотнями, даже тысячами людей за это все время и слыша по 100, даже тысячи раз на день одни и те же вопросы. Ну, я думаю, понятно, какие у всех новичков вопросы, в принципе, одни и те же. Вот, и когда вам начинают в тысячу первый раз задавать какой-то вопрос по типу там, а стоит ли держать средства на бирже, то, ребят, у вас тоже могут и нервы сдать, и еще что-то, и, соответственно, ну, вы заколебетесь отвечать. И тебе проще, как бы, ну, как бы скинуть ссылку на ролик, но человеку лень разбираться, он ждет, что, соответственно, он спросит тебя, и ты обязан ему там ответить, еще и подробно что-то расписать. Ребят, вам никто ничего не должен, надо это понимать, если вы хотите найти какой-то ролик, большая часть роликов на моем канале по разным монетам, либо еще чему-то, они все есть. Вот, ну, я думаю, с этим разобрались, поэтому такие дела. Переходим к пунктам. В общем, первый пункт, соответственно, ожидание быстрых результатов. Что это значит? Сюда же можно отнести, то есть, отсутствие терпения, либо ожидание, там, какой-то халявы от рынка, да, то есть, а даже если человек говорит, что готов ждать минимум год, да, и таких большинство, таких, ну, на рынке и неважно, какой капитал, там, 100 долларов, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч, я разных людей видел. Понятное дело, что, на самом деле, чем больше капитал, тем больше человек готов ждать, но даже среди таких людей есть, что называется, у кого нет терпения, да, и не готовы ждать, и проявляют эмоции. Но почему я с большим капиталом больше готовы ждать, объясню, потому что, не потому что я там пытаюсь кого-то унизить или дискриминировать, нет, а потому что те люди, у которых денег мало, либо средние, они хотят, ну, действительно, халявы, ни хера не делать и по-быстрому заработать бабла, срубить на крипте, то есть, сегодня вложить, а вчера забрать прибыль, как я говорю, да, а те, у кого капитал есть, они заняты бизнесом, либо еще какими-то делами, либо специалисты в своей сфере, и они заняты, понимаете, они не мониторят каждый день рынок и, соответственно, занимаются делами. Они просто сидят и смотрят на свой там блокфолио, либо CoinMarketCap, либо там на бирже, либо на кошельке, постоянно мониторят, какой у них плюс, какой минус, вместо того, чтобы просто сидеть, сука, и ждать бычьего рынка. Ну, тоже дело каждого, конечно. Так вот, по поводу отсутствия терпения, даже если человек говорит, что готов ждать минимум год, а то и 5 лет, 99% людей, я вот заметил, врут сами себе и начинают ныть уже спустя там месяц-два, ну, потолок там 4 месяца. Вот по статистике даже, ребят, я где-то видел, что, вдумайтесь, по статистике, большая часть людей на рынке криптовалют готовы ждать потолок 4 месяца. Все, и они уходят. Вот и все, вот вам поэтому, почему меньшинство и зарабатывают. Вот, ну потолок, ну самые такие крепкие ребята, готовые ждать полгода, ну год, все, после этого большинство ломаются. То есть год, даже планку полгода-год большинство не выдерживают. То есть они не понимают, что криптовалюта, ну, то есть большие заработки, а то и сверхбольшие, сверхприбыль, это дистанция. Вот, ну, как бы, то их проблемы, поэтому 1% и зарабатывают, в принципе, что в жизни, что в крипте. Так вот, я же говорю, самые стойкие готовы ждать полгода-год, но ждать уже 2-3 года 99% людей на рынке не готовы, хотя могут об этом заявлять. Ну, опять же-таки, помните, я записывал ролик, кто помнит, напишите в комментах, про чашу терпения, да, я рассказывал, что немногие готовы ждать, они говорят, что они готовы, но по факту у них терпение сдаст через месяц, через полгода, хотя изначально они говорят, а ты что, я там в долгосрок, и ты что, я готов ждать хоть миллион лет, но по факту люди ломаются, и у них настигают эмоции, говорят, типа, рекомендации там чьи-то не работают, мои там чьи-либо еще, типа, ты не шаешь там и так далее, все, как бы, крипто-скам и т.д. Ну, то есть вот таких вот настроений крупный капитал и добивается. То есть он вымывает либо временем, либо еще и падением, то есть либо какими-то низкими отметками, низкими ценами, либо в том числе и падением, и затяжным боковиком, но и время. И чтобы вы понимали, вдумайтесь, рынки, что фондовые, что криптовалютные, находятся в боковике, в боковом движении 80-90% времени. И лишь 10-20% времени они находятся в вертикальном росте, да, либо в падении, вдумайтесь. Вот поэтому большинство и не может дождаться, потому что рынок в большинстве случаев стоит в накоплении, в боковике, во флете, понимаете? Вот и все, поэтому, кто не знал, вот вам открываю глаза. Поэтому, если вы не готовы ждать, крипта не для вас. Далее идем. Второй пункт. Эмоции. Это то, что губит большинство даже опытных людей. Ну, я думаю, тут объяснять не стоит. То есть это инстинкты, это эмоции. То есть большинство не может совладать со своими эмоциями. Они как-то, у них страх и жадность. То есть это две основные эмоции. То есть, ну, паника там, ну, это опять же-таки тот же страх. Либо разочарование, депрессия. Это, в принципе, плюс-минус одно и то же. Ну, две эмоции в крипте и на фоновом рынке там и так далее. На всех рынках это страх и жадность. То есть, когда все растет, люди хотят покупать. Когда все падает, они хотят продавать. И если рынок падает, они думают, что будет еще ниже. А если все растет, они думают, что будет еще выше. Поэтому они либо не докупают на падении, когда нужно это делать, да. систематически, либо на росте не фиксируют прибыль и ждут более высоких отметок, как многие сейчас по тросту лету сидят там ждут, что он будет там 5-10 долларов, 100 долларов да может и будет, но нужно понимать, что не нужно жадничать, нужно фиксироваться по крайней мере частями, ну как бы люди надеются на золотые горы, что они войдут в одну монету и заработают там миллиарды, ну как бы то их проблема ну я думаю с эмоциями разобрались, если более подробно, каждый мой ролик я рассказываю за эмоции, либо там подкаст подкасты в телеграме, точно так же я рассказывал, вот, поэтому такие дела, кстати я обновил ссылку, поэтому в описании есть, она Goldman Trading находите мой телеграм-канал, я там выкладываю очень много полезных мыслей, которых нет нигде, вот, ни на ютубе я не выкладываю, ни в ютуб сообщество нигде, то есть там я выкладываю интересные подкасты, пишите хэштег подкаст и находите, я очень много материалов там тоже выкладываю уникальный такой материал для подписчиков телеграм-канала, вот по поводу, соответственно, третьего пункта желание обмануть рынок и думать, что ты самый умный, это же можно отнести сюда, лезть в трейдинг, особенно на маржиналки на марже, да, на фьючерсы с кредитными плечами и так далее, вот, ребят запомните, раз и навсегда, самый короткий путь, самый долгий, и это инвестиции в долгосрок, но никак не трейдинг, и спекулянты на промежутке времени 5-10 лет а то и дольше, они всегда зарабатывают меньше и их вымывает с рынка 95-99% людей на трейдинге не зарабатывают а если и зарабатывают, то это профессионалы своего дела, вот, но я не знаю, как можно заниматься трейдинга после того, как Воррен Баффет поспорил с компаниями с Волл стоит, и там где-то 5 компаний участвовали, причем участвовали они анонимно, угадайте почему, потому что они обосрались они обосрались, и Баффет сказал естественный рост рынка, рост экономики я заработаю больше, чем вы, и он поставил кстати, миллион долларов на это все естественно, компании эти, ну, у них пригорел пукан, да, естественно у них началась злость, ненависть к Баффету ну, и после этого, как вы думаете компании заработали? Нет, они заработали меньше, либо потолок столько же но никак не выше, чем Баффет, и Баффет заработал и нагнул все вот эти вот компании ну, и, соответственно, естественно он хотел разоблачить в том плане что то, что они берут деньги в доверительное управление, да, у состоятельных, так сказать, людей, да, не обремененных интеллектом, то, соответственно, они думают, что за счет трейдинга компании какие-то заработают больше, чем инвестиции в долгий срок и, естественно, рост рынка. Ну, люди, как говорится, обманываться рады, ну, и, соответственно, несли свои бабки. Это десятки миллионов долларов, миллионы долларов, может, даже и сотни. Поэтому, ну, естественно, компания из World State рады забирать свою комиссию и отбирать там 20, 30, а то и 50 процентов, типа, было же больше, чем стало больше, ну и все. Вот, а то, что за счет долгосрока человек мог заработать намного больше, естественно, они об этом не говорят, ну и лукавят и говорят, что за счет трейдинга мы заработаем вам больше. Ну, и большинство людей, вот, можете найти ролики на канале про фьючерсы, там, про трейдинг, про маржу, почему они набирают десятки, сотни тысяч просмотров, миллионы и так далее. Почему? Потому что большинство людей, во-первых, не имеют результатов по жизни и хотят что? Хотят халявы, хотят быстрых результатов. Но нужно понимать, что трейдинг – это куда сложнее, чем инвестиции и куда сильнее выдержка должна быть. То есть люди не натренировали себя даже на инвестициях, понимаете, у них нету терпения, они не умеют контролировать эмоции, даже не то, что там на инвестициях, даже в жизни банально, понимаете. Большинство людей там не могут отказаться от сладкого, от вредной пищи, от музыки, от еще каких-то вредных привычек, коренья, алкоголя. То есть, ну, о чем речь? Ну, какие вам инвестиции, понимаете? Какая вам крипта и какой вам трейдинг, тем более. Неважно, на фондовом рынке, на валютном, либо на криптовалютном, вообще без разницы. Но люди как бы считают, что они быстрее заработают. Ну, удача им в этом деле, что я могу сказать. Поэтому, если и зарабатывают, то 1% по большому счету профессионалов. И то, зачем тратить время, здоровье, деньги, да, и просто продрачивать жизнь впустую, да, если можно просто проинвестировать и ждать. Но люди так не хотят. Они не готовы подождать год-два-три для того, чтобы заработать своих прибыли. Они хотят здесь и сейчас. Но, как бы, вот, поймя, недавно мне подписчик из закрытого клуба написал. Я надеюсь, он там против ничего иметь не будет, что я там озвучил. Ну, я не буду называть имя, естественно. Вот, он сказал, что он на фьючерсах, короче, потерял 2 биткоина. Вот, можете посчитать. Это 40 тысяч долларов. То есть, ну, и после этого зарегся, сказал, нахер эти фьючерсы и лучшие инвестиции в долгосрок. И присоединился в закрытый клуб, так как мы инвестируем в долгую. Вот, поэтому такие дела. Если кому интересно, то можете тоже присоединяться, писать в личку, либо заполнить гугл-форму. Поэтому, и, соответственно, он сказал 2 биткоина. То есть, можете посчитать, это сейчас около примерно, ну, 30-40 тысяч долларов. А до этого это было, естественно, там, может, даже 80 тысяч долларов, может, и больше. Ну, такие дела. Вот, а по поводу, соответственно, остальных моментов. То есть, я слышал такие истории, что люди могли заработать, вдумайтесь, на бычьем рынке в 17-м году. В 17-м году, когда биткоин, там, условно, с 1000 долларов подрос с 20, это 20 иксов. Так это только на биткоине. Заработали на бычьем рынке в 20-м, в 20-м, в 21-м году. И потом зашли на фьючерсы, на маржиналку, там, в трейдинг. И потеряли все бабки, вдумайтесь. То есть, они заработали на двух циклах сверхприбыль. И потом все просрали. Почему? Потому что эмоции. И потому что зачем-то, ну, их там, я не знаю, бес попутал, что называется. Да, и, соответственно, зашли и потеряли все бабки. То, что зарабатывали они за 6 лет, там, условно, ну, за 5 лет, условно, да, за 4 года, они все потеряли. И на трейдинге ты эти бабки не заработаешь, понимаете, вот и все. Естественно, биржи заинтересованы, там, биржи крупный капитал заинтересованы, чтобы вы трейдили. Ну, и, конечно же, в кавычках зарабатывали деньги. Ну, делайте выводы самостоятельно, хочется заниматься, занимайтесь. И вот это вот, типа, на маленький процент, ребят, ну, я же знаю, что большинство людей на маленький 1% от депозита или 5% потолок от депозита не выделяют. Они заходят на 30%, на 50%, а то и всей котлетой, понимаете, вот и все. А зная, что у большинства людей депозиты это до 5, до 10 тысяч долларов, а то и до 1000, то, соответственно, естественно, они будут котлетиться. Ну, типа, нахера мне заходить на 10 долларов сделку, если я могу зайти сразу на 100, на 200, на 500 и так далее. Вот, ну, и потом люди влазят в кредиты, теряют деньги, ну, теряют голову, в том числе нервничают, там, и так далее. Теряются бабки, вместо того, чтобы тупо инвестировать, либо стать профессионалом в своей теме, заняться бизнесом, либо стать профи и работать по найму, да. Это, естественно, на это нужно 1-3 года, да, ну, потолок 5 лет, но большинство людей не готовы инвестировать время, не готовы работать, пахать, ну, поэтому хотят халявы, лезут в трейдинг. Ну, хотите ли в трейдинг, лезьте дальше, что я могу сказать. Ну, и большинство людей, естественно, теряют, и может все закончиться очень печально, и большинство думает, что они обманут рынок, обманут систему. Ну, нет, ребят, самый короткий путь, самый долгий, если вы этого не хотите признавать, ну, лезьте на трейдинг дальше, поэтому я переубеждать никого не собираюсь, я сказал, а там уже дело за вами. Вот, поэтому, естественно, 99% YouTube канала вам скажут, что лучше трейдить, там, и так далее, ну, ладно, может не 99%, но 90% так точно, потому что им выгодно, выгодно зарабатывать на вас наивных турочках, которые, я думаю, что они там зайдут на фьючерсы, но они не понимают, вот, РЗС взять год, и тем более 5-10 лет, вот посчитайте, какой-то месяц у вас будет в плюс, какой-то в минус, какой-то в ноль и так далее, и большинство месяцев будут в минус, то есть, вообще, я вот слышал статистику, что профессиональные трейдеры, там, на фондовом рынке, либо в кайпте, они зарабатывают потолок, вдумайтесь, 10-30% годовых, ну, 40%, это если вы там супер-пупер трейдер, годовых, все, все, больше, ну, это либо вранье, либо невозможно, понимаете, вот и все, и просто холдить монеты, ты заработаешь в разы больше, не то, что там в 2-3 раза, а в 5-10 раз, а то и больше, вот, ну, люди не хотят ждать, поэтому, естественно, как я говорил, второй пункт, нет терпения, вернее, первый пункт, ожидания быстрых результатов, вот, ну, естественно, потому что люди думают лучше трейдить, потому что в большинстве источников, я сказал бы даже в 90%, а то и 99%, ложная или заведомо вводящая в заблуждение информация, как в кайпте, так и в жизни, вот, людям дают то, что они хотят услышать, а именно халяву, вот, что можно на трейдинге быстрее заработать, но новички, они не одупляют, то есть они приходят, они, естественно, не разбираются, и многие телеграм-каналы, ютуб-каналы говорят, да, чувак, присоединяйся к нам, будем трейдить, заработаешь больше, чем на инвестициях, нахер тебе инвестировать, лучше вот результат, типа, здесь и сейчас, понимаете, мгновенный результат люди видят, но они не понимают, что на промежутке год, два, три, там, 5-10 лет, они больше потеряют, чем заработают, или вообще нихера не заработают, а если бы они тупо инвестировали в биткоин, в эфир, там, и в другие альты, они, может, и потеряли, но вероятность очень большая, что вы заработали больше, чем на трейдинге, но люди не хотят ждать, поэтому, естественно, ведутся на вот эту халяву, которую дают другие каналы, а каналы зарабатывают на вот этих вот людях, которым они вешают лапшу на уши, да, и, соответственно, создают там вип-чаты и так далее, да, у меня тоже есть закрытый клуб, но мы-то инвестируем, я не пытаюсь впаивать дичь, что, типа, вот на трейдинге ты больше заработаешь, нет, мы инвестируем в перспективные монеты, которые я анализирую, отбираю и не отбираю туда всякий шлак, вот, и даю точки фиксации плюс-минус на хаяк, да, мои прогнозы отрабатывают в 8, а то и в 9 случаях из 10, пруфы все есть, можете зайти там в гугл форму и там скриншоты есть этого всего, можете глянуть, скриншоты, отзывы и так далее, вот, и покупаем на относительно донных отметках, мы не влетаем всей котлетой на дне, еще раз говорю, вот, а закупаемся частями, вот, поэтому такие дела, поэтому, ребят, кто читал книгу «Халявы нет», Амирана Сардарова и другие его книги понимают, что халявы, ну, как бы, нет в жизни, вот и все, любой успешный, адекватный человек это осознает, кто зарабатывает там, ну, как минимум от 1000 долларов, а то и там долларовые миллионеры, миллиардеры, они, естественно, это все знают и понимают, что большие результаты, а то и сверхбольшие, это дистанция, и это дистанция не то, что там год, два, три, а это 5-10 лет, вот, но так как люди хотят здесь и сейчас, естественно, лезут в трейдинг, я думаю, с этим разобрались. Четвертый пункт. Отсутствие диверсификации исходит из третьего пункта про поиск халявы, то есть, как думает человек, пришедший в крипту, особенно новичок, я лучше вложу 5 монет, всю котлету, да, либо вообще в одну-две монеты и заработаю больше, чем буду раскидывать там на 20, 30, 40, 50 монет и так далее. Ну зачем, если там, к примеру, у человека депозит там 1000 долларов, да даже 5-10 тысяч долларов, понимаете, то есть люди хотят халявы, они вкидывают и потом либо бегают из монеты в монету, либо раскладывают на маленький процент, ну не хотят раскладывать на маленький процент от депозита там по одному проценту, по два, по пять там, они не хотят. Они хотят влететь всей котлетой, либо пол депозита там вложить в одну-две монеты по типу там, я не знаю, вот этих вот экосистемных низкоисковых там надежных проектов, да, фундаментальных, как многие блогеры их заявляют, по типу там Дота, Нерв Протокола, Эволенча там, соответственно, что там еще, Фантома, Алгоренда там, Элронда, что еще там, Таралуна перед этим была, Солана там та же самая, ну и многие другие, я думаю, понятно. То есть вы прекрасно их все знаете. Поэтому, ребят, ну естественно, люди дают, ну как бы толпе, ну блогеры дают толпе то, что она хочет слышать, вот и все. Поэтому, естественно, люди не хотят смотреть такие каналы, как мой, и на моем канале никогда много просмотров не будет. Да, они будут, но все равно массы будут смотреть массы, понимаете, потому что массы, ну массы я имею в виду среди блогеров, да, так как они тоже не являются лидерами, являются толпой, большинство из них, к сожалению, либо пересказывают информацию друг друга, то они, естественно, вещают людям то, что они хотят слышать. А так как большинство не готово слушать правду, да, и как есть, и готово слушать меньшинство, то, ну как бы особенно в жесткой такой манере, как у меня, то, еще и с матом, то большинство, естественно, как бы зарабатывать не будет. Но все успешные люди, естественно, и которые хотят чего-то добиться, они будут слушать достоверную информацию, реалистичную, что самое главное, без розовых соплей. И так как все есть на самом деле, а не просто то, что хотят слышать, вот те блогеры, естественно, дают ту самую инфу, и поэтому у них там сотни тысяч просмотров, миллионы и так далее. Не все, но большая часть, вот, поэтому имейте это в виду, ребят, вот, поэтому я рад, что вы оказались на моем канале, я думаю, вы тоже. Поэтому, я думаю, по поводу диверсификации понятно. Пятый пункт, ребят, это идеализация проекта биржи, ну, исходит из четвертого пункта, это все, естественно, все вот эти пункты, они взаимосвязаны, на самом деле, между собой. Вот, то есть, пятая ошибка, это идеализация проекта, биржи, стейблкоина, кошелька и прочего. То есть, ребята, запомните, любой проект, будь то биржа, криптовалюта, там, стейблкоин или кошелек, это потенциальный скам, и нужно быть к этому готовым. Нету 100% гарантий, надежности, стабильности и так далее. Ребята, забудьте, ни в жизни, ни в крипте нету никаких гарантий, это все сопли, которые вам навязывают, понимаете, вот и все. И вот эти бредни, типа, экосистемные, фундаментальные, надежные проекты, ну и что? Солана была надежным, считай, соскамилась, Ада Кардана на грани скама, Нерв Протокол на грани скама, Таралуна скаманула уже, биржа ТОП-3, FTX скаманула, ну и что? Вот, ребят, ну и вот вам и вся надежность, и экосистемность проектов, и фундаментальность, поэтому не питайте иллюзий. Вот, ну, кто хочет питать, питайте дальше. Вот, если вы идеализируете и влюбляетесь в инструмент, и не соблюдаете четвертый пункт, а именно отсутствие диверсификации, то что это такое? Это распределение денег по разным корзинам, по разным активам. Вы имеете стопроцентный риск все потерять в один момент, понимаете? Если вы идеализируете проекты, не делаете диверсификацию и так далее. Я думаю, понятно, идем дальше. Шестой пункт. Думать, что будешь только зарабатывать в крипте и никогда не будешь терять. Вот это одна из самых популярных ошибок, особенно у новичков, и неважно какой депозит, то есть люди думают, что они пришли и пришли сюда, думают, что они попали в сказку, да? Алиса в стране чудес, что называется, да? То есть это все миф, иллюзия и сказки. Ребята, не будете вы только зарабатывать. Будете терпеть просадку как минимум один раз, будете терпеть и скамы, и взломы, и потери там и так далее. Это все будет. То есть и по большей части будете только терять, а не зарабатывать. Вот, нужно это тоже понимать. То есть какой-то проект скаманет, какой-то взломает, какой-то не вырастет, какой-то там в ноль выйдет только, какой-то там даст большие иксы, какой-то сверхбольшие, какой-то пару иксов и так далее. Вот. Для этого и нужна диверсификация, чтобы не угадывать. Вот. Но если хотите самые перспективные проекты, опять же таки, я говорю, что там проектов, я даю в том же закрытом клубе, 20-30, ну может даже и больше. Я не помню точно уже, но 20-30 проектов точно. То есть максимальная диверсификация там есть и низкий риск, и средний, и высокий, и сверхвысокий. Вот. Но закупаем мы в первую очередь низкий риск по типу битка, эфира там и так далее. Вот. В первую очередь низкий, средний риск. А потом уже, если останутся бабки, можно закупить высокий или сверхвысокий риск там на процент от депозита или на полпроцента от депозита. Все. Я об этом всегда говорю. Но многие блогеры дают вам ту инфу, что вы хотите слышать, поэтому, естественно, люди большинство теряют. И закупают, самое главное, в первую очередь, альткоины, а не биткоины, эффект. Типа, нахер я буду покупать биткоин, если я могу купить какой-то высокоисковый альткоин и типа заработать. Но люди забывают, что пока медвежка, альткоины будут падать в 2-3 раза минимум сильнее, чем биток. Вот и все. И блогеры, которые вам советуют сейчас покупать альты, они вам лгут и лукавят. Или не договаривают специально, либо сами не соображают. Вот, чтобы вы, естественно, докупали альты вместо битка, эффекта и так далее. Но нужно докупать биток и эффект, в первую очередь. Почему? Потому что они падают. Они падают, но падают куда сильнее. И они, две доминирующие криптовалюты на этом рынке, за которыми следуют все остальные. Вот. Поэтому нужно это иметь в виду. Если вы не понимаете, гляньте ролик про доминацию на канале, я это все рассказывал. Ну, кто в курсе, тот и так в курсе. Так вот, ребят, по поводу думать, что будешь только зарабатывать, нужно понимать, что всегда все люди в крипте, я в том числе, я терял. То есть я на UST потерял, и на многих других проектов. Ну и что? Какая разница? Вот, я заработаю на других проектах. В этом и суть. То есть ты никогда не можешь знать, что скаманет, что выживет, что даст большие иксы, что сверхбольшие. Для этого и нужна диверсификация. То есть никто вам не даст стопроцентный прогноз, насколько вырастет монета, куда она там упадет и так далее. Вот. Но вероятность, от вероятности работать мы всегда можем. Так вот, всегда все хотя бы один раз потеряют на скаме, взломе, дампе проекта и посидят в просадке минус 50%, а то и более. Даже минус 70%, а то и минус 90% на медвежке. По портфелю, я имею ввиду. Вот. Не только по одной монете, а по портфелю в целом. Ну, в зависимости от того, что вы накупили. Вот. Если вы думаете, что будете только рубить капусту и жить на пассивный доход до старости в криптовалюте, да, как все мечтают и нихера не делать, забудьте, ребят. Это все сопли и ваши влажные фантазии. Вот и все. Вот. Седьмой пункт. Нужно иметь активный доход извне и переливать в крипту лишь ту часть, которую вы готовы потерять. То есть заходить на свободные бабки. Я об этом неоднократно говорю, но многие люди этого не понимают. Вот. И не хотят понимать, они не хотят работать. Вот и все. То есть люди хотят халявы. Такие дела. То есть ты говоришь, нужно работать, нужно зарабатывать бабки, вливать извне. Люди говорят, нет, дай мне одну-две монеты, чтобы я заработал. И типа того, что все, я стану миллионером и не буду ничего делать до конца жизни, жить на пассивный доход. Нет, ребят, это не фондовый рынок, что вы закупили и десятилетиями зарабатываете. Монета может через неделю скомануть, через месяц, через год, на следующий день, понимаете? И гарантий нет. Вот. Поэтому это высокоисковые инвестиции. Так вот, моя рекомендация, станьте профессионалом, экспертом, да, гуру, да, как хотите, так и называйте, в своей нише. Будь то бизнес, либо работа по специальности, там, по найму и так далее, неважно. Вот. И переливайте свободные деньги в крипту, а не переливайтесь, там, из монеты в монету. Вы начинаете влезать, там, в кредиты, займы, долги, там, продавайте все имущество, там, квартиры, машины, там, и так далее. Или, там, из бизнеса, не дай бог, изымать, там, либо из подушки безопасности в надежде, там, на быстрый профит. Нет, ребят, на медвежке может затянуться год, два, три, а то и четыре года, понимаете? Если вы не готовы, тем более в кризис, то, ну, вам нечего тут делать. Вот и все. Поэтому, ребят, зарабатывайте деньги и свободный процент выделяйте в крипту, но только те, что готовы потерять в любой момент. Если вы не готовы и думаете, что будете только зарабатывать, опять же таки, исходим из шестого пункта, то, ребят, нет смысла даже заходить в крипту. Даже, ну, можете не рыпаться и можете даже не думать об этом. То есть, что вы тут заработаете. Если вы надеетесь только зарабатывать и заходите, мол, не на свободные бабки и надеяться на быстрый профит. Вот, восьмой пункт, это очень большая ошибка и очень популярно, это бегать из монеты в монету. То есть, в надежде быстрее заработать и особенно на медвежке. Ну, и на бычьем рынке этим грешат, но на медвежке это куда опаснее, потому что монеты падают, да, и люди не понимают, как работает рынок. Вот, сюда относятся и желания халявы и быстрых денег за короткий промежуток времени и эмоций и отсутствие терпения. Понимаете, вот. Я вынес это в отдельный пункт, потому что это действительно проблема многих, особенно новичков. То есть, они, и не важно, какой капитал, там, маленький, средний, большой, без разницы. Вот, они думают, что зачем мне ждать, если вот монета какая-то пошла в рост, да, тоже там, я не знаю, раствалит, либо еще что-то. Я вот продам свои монеты, ранее купленные монеты в минус, либо там в ноль, либо в небольшой плюс и зайду в нее всей котлетой. Понимаете, вот так и делают. Вот, и заработаю на той монете, что растет. Вот, то есть, люди как мыслят, если монета падает, она будет падать дальше, да, как я и говорил, а если растет, будет расти дальше. Но, многие не понимают, что это так не работает. Вот, всегда после каждого роста идет коррекция, либо обвал, и после каждого падения идет рост, либо отскок. Понимаете, но люди не понимают. Это то же самое, как вдох-выдох, либо день сменяет ночь на том же уровне. Вот, но люди думают, что рост будет бесконечный и так далее. Нет, ребят, рост бесконечный только на щиткоинах, в которых нет ликвидности, и вы их не можете продать. Можете купить, но не можете продать. Тогда да, тогда вот вам такой пассивный доход, правда, зафиксировать прибыль вы там не сможете. Но люди, естественно, думают, что они смогут обмануть систему и не будут ждать, там, не будут становиться профессионалами своей темы, не будут пахать. Ну, поэтому 1% и зарабатывают, что в жизни, что в крипте. Так вот, ребят, основной принцип в криптовалюте, это в крипте, да, заходить на падение, либо в боковике, пока роста нету, пока монета никому не интересна. Но, так как большинством руководят эмоции, они заходят либо на росте, а еще большее количество людей заходят, когда на самых хаях, когда цена уже на пике. Вот, допустим, по тому же биткоину, как это было, по эфиру, там, по трост валюту сейчас, там и так далее, ну и по многим другим монетам. Я думаю, понятно. Либо второй вариант развития событий, люди продают свои монеты в ноль, либо в небольшой плюс, либо там в минус, переливаются в другие, как они считают, более перспективные, да. Также терпят убытки, так как может быть медвежка, либо коррекция, да, либо рынок сейчас в основном будет падать, да, либо корректируется, они увидят опять минус, они испугаются, у них сработает страх, эмоции, опять же таки, да, продают снова и так по кругу до тех пор, пока они все не потеряют. И так действует 99% новичков на рынке, ну 90% как минимум. Вот. И у меня также был показательный пример в закрытом клубе, то есть человеку говорили и участники клуба, и я, что не нужно заниматься вот этой вот херней, да, переливаться из монеты в монету, ну, чтобы сократить эту историю, да, Tucat Alone Story Short, да, что называется на английском, сократить эту историю. Ну, в общем, чувак бегал из монеты в монету, таким образом, да, видел рост, но это было все до коррекции, да, до вот этой майской в 25-м году, он в апреле там, по-моему, это было, бегал из монеты в монету, ну и по итогу он, короче, запулил все в XRP, давайте я вам даже покажу, как это было, сейчас я покажу вам на графике, вот, что он сделал, он, короче, зашел вот здесь вот в XRP, хотя я говорил, дождись коррекции, коррекция будет, вот здесь он зашел в XRP, вот, это было как раз у нас что, а, нет, даже это был февраль, все, ребят, я перепутал, не апрель, а февраль, ну, короче, в общем, суть в том, что, или в марте это было, короче, здесь он где-то зашел по 60 центов, увидел, что XRP потом просел, хотя я говорил, после роста будет коррекция, вот, и она произошла на 40%, он продал в минус и ушел, короче, с рынка, криптовалют, ну, примерно, я не помню уже точно, где-то минус 15 тысяч долларов, и он сам себе признался, что самое интересное, что могут немногие, говорит, не, я слишком слабый для этого рынка, слишком эмоциональный, я не выдерживаю, вот, и чувак просто ушел, то есть, хотя у него был, ну, как бы приличный капитал, там, десятки тысяч долларов, и ушел он с минусом 15 тысяч долларов примерно, ну и все, и после этого он увидел рост и отписал мне в личку, говорит, вот я дебил, продал монеты, а мог просто подождать, я говорил, так, ну, если ты уже купил, и всей котлеты он купил, я забыл, давай, если ты уже купил, ну, дождись ты роста, он будет, вопрос времени, и потом прошло буквально, давайте глянем, сколько, прошло буквально, там, пару месяцев, ну, и XRP подлетел, как видите, с тех отметок, даже если он покупал по 60 центов, вот здесь, то он мог бы заработать, это X, это о чем говорит, что даже, ну, терпение решает, то есть, даже биткоин, кто покупал на хаях, задумайтесь, ребята, кто покупал на хаях в семнадцатом году, вот, по 20 тысяч, ну, давайте по 18, там, по 19, пофигу, они могли заработать 2, 3, а то и 4X, вдумайтесь, на хаях, а если вы еще докупались, и холдили, усреднялись, то представьте, сколько вы заработали, но большинство людей так не хочет, они хотят здесь и сейчас, вот и все, поэтому, вот, такие дела, поэтому, ребят, делайте выводы для себя, если история для вас это не показательно, ну, ищите халяву дальше, что я могу сказать, так вот, далее идем, смотрите, ну, и вот так, ребята, в принципе, люди переливаются из монеты монеты и теряют деньги, ну, а потом уходят из крипты и говорят, что криптоскам это казино, развод для лохов не работает, невозможно заработать и прочее, прочее, но на самом деле, они видят, как говорится, проблемы в себе и не хотят брать ответственность, я думаю, понятно, это был восьмой пункт, седьмой, ой, девятый пункт, это у нас заходить не на свободные деньги, я уже об этом упоминал перед этим, но вынес в отдельный пункт, потому что это очень большая ошибка, то есть люди совершают такие ошибки, залазят в кредиты, в займы, в долги и прочий бред, то есть, ребят, кредиты и займы созданы для бедных людей, да, есть единичные случаи, когда бизнесмены какие-то берут кредиты, но они готовы в любой момент и имеют бабки погасить их, понимаете, либо они должны быть настолько уверены в какой-то идее, понимаете, что они понимают, что, если что, они эти бабки отдадут, и то это рискованно, понимаете, вот, может быть, ну, это единичный случай, что лишь подтверждает правила, но по большому счету кредиты, займы, долги и прочий бред, да, вот эти там плечи и так далее, то есть, это все, ну, то есть, те же кредитные плечи, это тот же кредит в банке, по большому счету, вот, они созданы для бедных людей, которые хотят быстрых результатов и все здесь и сейчас, то есть, хотят халявы, либо, я же говорю, для одного процента случаев, когда бизнесмены берут кредит, когда они уверены, что закроют его, либо у них есть подушка безопасности, за счет которой, за счет которой они в любой момент смогут его погасить, в другом же случае, ребят, это очень опасно, и вы останетесь, получается, с носом, но имейте в виду, что даже если, ну, там, вы не сможете выплатить кредит, этот кредит перенесется на ваших родственников там и так далее, а если даже закроется банк, в котором вы брали, то вы будете выплачивать кредит кому? Государству, вот и все, ребят, поэтому вы не обманете систему, система заточена очень хитро, поэтому надо иметь в виду, вот, поэтому, ребят, большинство же делает как? Заходит на всю зарплату, либо, там, на пол зарплаты, на треть, на свою подушку безопасности, берут кредиты, займы, продают имущество, влазят в долги, закладывают квартиры, дома, машины, там, и так далее, особенно на растущем рынке, его пике, вот, особенно на хаях, и большинство так и делает, и большинство и теряет, и это не только с крипто, это и фондовый рынок, и хайп-проекты, там, и так далее, то есть, сетевухи, там, и так далее, и так далее, вот, поэтому, ну, люди не понимают, что это высокоисковые инвестиции, и я вот общался с людьми, которые, в том числе, долларовые миллионеры, знаете, сколько они выделяют на крипту из своего общего капитала? У них есть и драгметаллы, то есть, это что такое? Это драгоценные металлы, золото, серебро, там, и так далее, и прочее, прочее, это недвижимость, это, там, автомобили, может быть, это криптовалюта, это акции, фондовый рынок, это облигации, там, и так далее, и так далее, деривативы какие-то, ну, не деривативы, сори, туплю же, эти, ну, короче, по типу облигаций, там, какие-то еще дивиденды они получают, вот, поэтому, то есть, и знаете, сколько они выделяют? Потолок, вот, у кого я не спрашивал, они выделяют потолок 30%, ну, кто-то, если лютый энтузиаст, они выделяют 40-50%, но в среднем, скажем так, температура по палате, да, или по больнице, ну, не то, что по больнице, скажем так, ну, в общем, средние показатели, это где-то 30%, ну, 10-30% от своего капитала, то есть, условно, у них там капитал лямб-долларов, 300 тысяч они выделяют на крипту, все, они не выделяют 50, они не выделяют 90, они не выделяют 100%, они выделяют потолок 30%, вот, а посмотрите на большинство людей, сколько они выделяют, и неважно, какой капитал, там, большой, средний, там, маленький и так далее, но в основном, у кого средний, либо мелкий капитал, они, естественно, выделяют всю котлету, вот и все, то есть, в надежде на халяву, на быстрые заработки, поэтому, ребят, по кредиту, имейте в виду, вам придется платить каждый месяц, а медвежий рынок может затянуться на 2-3 года, вполне, и чем вы будете платить, ну, как бы, почки продавать, или крипта может вообще скомануть, которые вы закупили, либо сама индустрия, ну, то есть, те монеты могут скомануть, которые вы купили, вот, либо сама индустрия в целом, понимаете, помните об этом, вот, еще раз повторяю, инвестировать в крипту нужно только свободные деньги, и не долларом больше, не долларом меньше, вот и все, и что же такое свободные деньги, многие сейчас меня спросят, Саня, объясни, что такое свободные деньги, свободные деньги, это те деньги, которые вам не понадобятся для вашей жизнедеятельности, Это касается как оплаты жилья, вашего проживания, еды, подушки безопасности, да, то есть что такое подушка безопасности, это ваши 6, а то и 12 месячных окладов, вот, то есть средний ваш прожиточный минимум, понимаете, вот, то есть, допустим, вы там в месяц зарабатываете условно там 500 долларов, то есть вы должны отложить где-то, получается, 500 умножаем на 10, это 5000 долларов, да, если прибавить еще 1000, то есть 6000 долларов за год, 12 окладов вы должны отложить. Ну, как минимум 6, то есть плюс-минус это где-то 3000 долларов вы должны отложить, если у вас нет подушки безопасности, ребят, вам нечего делать в крипте, вот, поэтому, я же говорю, свободные деньги, это те деньги, которые вам не понадобятся для жизнедеятельности, то есть это касается как оплаты жилья, коммуналки, там, еды, подушки безопасности, бивалютные корзины, недвижимости и прочих вещей, то есть не нужно переливаться из этого, то есть нужно заходить на свободные, лучше заработайте, ребят, я понимаю, что может быть для кого-то сложнее, но это безопаснее, скажем так, относительно. Так вот, я же говорю, лучше заработайте извне, это седьмой пункт, то есть нужно иметь активный доход извне и переливать в крипту лишь ту часть, которую вы готовы потерять, вот, имейте это в виду. Если вы нарушаете вот это вот правило, заходить на свободные деньги, если вы нарушаете это фундаментальное правило, будьте уверены, еще раз повторяю, если вы нарушаете это фундаментальное правило, заходить на свободные бабки и диверсификацию тоже, будьте уверены, что вы будете испытывать эмоции, такие как жадность, страх и по итогу все потеряете с большей долей вероятности, будете жалеть, что не соблюдали данный пункт, вот. Поэтому, ребята, имейте в виду, большинство людей, 90-то, то и 99% они на свободные бабки не сидят и надеются на халяву, но не понимают, как работают даже циклы, что медвежка может быть 2-3 года, залазят в долги, в кредиты, ну, а потом плачутся, что рынок виноват, государство виноват, а банк виноват, ну, ты же сам принял такое тупорило решение. Ну, вот, расклебываешь, что называется, как говорится, вот, любишь кататься, люби и саночки возить, да, что называется, вот, поэтому, десятый пункт, это, чего нету у 99% людей вообще в мире, да, на планете, ты, запомните, ребят, ты и только ты ответственны за свои деньги и за свою жизнь, еще раз повторяю, только вы, и только вы ответственны за свои деньги, за свою жизнь и за каждые поступки в своей жизни, ребят. 99% людей не берут ответственность за свою жизнь, задумайтесь, не берут ответственность, они не хотят ее брать, они боятся, они избегают этого, постоянно избегают, и я это повсеместно вижу, и это не только в крипте, это везде, понимаете, то есть люди не хотят брать ответственность, они считают, что им кто-то должен, что как-то само все разрешится, ребята, не разрешится. Как говорится, многие люди мне там начали затирать про судьбу какую-то ахинею, ребята, я открою вам секрет, судьба, это ваша свобода выбора, вот, судьба, это ваш выбор, открою секрет, если кто не знал, и не надо полагаться на вселенную, там, Господа Бога и так далее, понимаете, то есть я верую в Бога, но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай, то есть Бог направляет тебя по жизни, но он не помогает ленивым людям, и насколько мне известно, то есть тунеядство, да, и безделье, это тоже грех своеобразный, понимаете, вот, а большинство людей, они не хотят, но поэтому они, соответственно, такие вот религиозные все дела, но по факту работать они не готовы, и, как говорится, Бог направляет и дает каждый день нам силу и жизненную энергию, вот, но делать за вас ни вселенная, ни Бог, ни начальник, ни государство, ни ваши родители, друзья, там никто не будет, вы, и только вы ответственны за свою жизнь, И этим пунктом 99% людей, не только в крипте, а и в жизни, понебригают и не соблюдают, вот и все, можете посмотреть на окружающих вас людей и увидеть это подтверждение, либо посмотреть в зеркало, вот, всегда проще сказать, конечно же, что кто-то виноват, кто-то дурак, там, я, либо кто-то другой, потому что слабые люди никогда не берут ответственность, ноют и винят всех и все, кроме себя, потому что это проще, вот и все, проще ныть, И, конечно же, лучше, чтобы тебя там пожалели, сказали какой-то бедненький, чем взять ответственность и начать, наконец, пахать и ебашить, вот и все, поэтому, ребят, только сильные личности, сильные духом, 1% людей потолок, ну, мое субъективное мнение, вы можете считать, что больше людей, но это то, что я наблюдаю, вот, только 1% людей могут признать свои ошибки, взять за них ответственность И сказать, что я виноват, я это сделал, я ошибся, я идиот, и никто другой, только я виноват в том, что я сделал, только я ответственный Единицы людей могут так сказать и признать свои ошибки, потому что на это нужна смелость, уметь брать ответственность и уметь нести ответственность за свои ошибки и выгребать, понимаете, за то, что ты сделал, или то, что ты сказал, там, и так далее Вот и все, большинство людей ответственность брать не готовы, тем более, там, не то, что, там, за финансы свои, а вообще за жизнь в целом, то есть, они плывут по течению, ну, болтаются, как говно в проруби, да, что называется, и их все устраивает, поэтому такие дела Так вот, бонус вам, ребят, имейте в виду, чтобы заработать большие деньги, а то и сверхбольшие, нужно время, то есть, от одного года, минимум от одного года, а то и более И многие этого не понимают, но так оно и есть, ребят, нельзя стать успешным за один день, что в крипте, что в жизни, ну, невозможно такое, чтобы стать успешным за один день, да, как я услышал фразу, нужно перед этим несколько лет разгоняться, понимаете, чтобы достичь успеха за один день Вот и все, и я же говорю, чтобы стать успешным за один день, до этого нужно несколько лет разгоняться, но многие люди не понимают, что успех и большие заработки это дистанция, понимаете, и это может быть не год и не два и не три, это может быть пять лет, десять лет, но люди не хотят, они хотят халявы, но если кто не понимает, прочитайте книгу «Халявы нет» Мирана Сардарова, я ее уже неоднократно рекомендовал, кто не прочитал, настоятельно рекомендую, и желательно прочитать ее раза два-три, вот, чтобы закрепить информацию, вот, и начать, наконец, действовать Вот, ну, ребят, я надеюсь, соответственно, последний момент я сейчас озвучу и буду заканчивать Так вот, ребят, если вы понимаете, что самые великие истины, они самые простые, да, то есть все гениальное просто, и чтобы стать успешным за один день, нужно до этого несколько лет разгоняться, и самый короткий путь, самый долгий, да, и что халявы нет, гарантий нет, стабильности нет, там, и так далее, если вы поймете вот эти все 10 пунктов, и бонусный вот этот пункт по поводу долгосрочного, отсроченного результата, и долгосрочных инвестиций, в целом, как в себя, так и в крипту, и так далее И если вы поймете вот эти все пункты, осознайте их, да, и примените, и искрените эти ошибки, и научитесь работать с отсрочным результатом, тогда вы действительно добьетесь феноменальных результатов, чтобы в крипте, что в жизни Вот, опять же, ребят, эти все пункты переплетаются между собой и в идеале запомнить и искоренить все эти ошибки Вот, но опять же, до этого дойдут только те единицы, которые и будут зарабатывать, которые готовы работать над собой Потому что это огромная как внешняя работа, так и внутренняя Нужно себя заставлять ломать, писать цели, планы, работать по этим планам и следовать им И не отклоняться из-за своих эмоций, не сдаваться, а идти до результата, идти до конца И это могут единицы, и это могут немногие Вот, поэтому, ребят, дойдут до этого те единицы, которые будут зарабатывать что в крипте, что в жизни Тот самый пресловутый 1% И помните, ребят, что успех это марафон, а не спринт, как многие думают Этого многие не понимают, к сожалению И большие результаты, либо сверхрезультаты, это дистанция, то есть 1-3 года минимум Многие говорят мне, там, особенно с тех людей, вернее, те люди, которые не имеют результата Говорят, что это вода, это и так очевидно Ребят, ну, благодаря этой воде я добился определенных результатов И многие люди, с которыми я общался, куда успешнее меня И в том числе, ну, людей, которые имеют заработки и в 10, и в 100 раз больше, чем я Вот, и они используют эти принципы И они им следуют И все гениальное просто, понимаете, вот И самая вот, еще фраза коронная, что я говорю, что сложность в простоте Люди не хотят понимать этого Они ищут волшебную таблетку, волшебный какой-то тренинг, курс, закрытый клуб, там, либо еще чего Они надеются на халяву, что результата можно достичь быстро Нет, ребят, результата большого, тем более, можно достичь Если прям хорошо так въебнуть и попахать за 1-3 года А если вы хотите на расслабоне, да, как я считал, чтобы наработать 10 тысяч часов Это где-то примерно 30 лет Ну, 25 лет как минимум, можете сами посчитать По часику в день, то есть 10 тысяч часов, это как раз таки 25 лет Есть у вас это время? Я думаю, что нет И вы хотите, и сколько может всего поменяться, тренды поменяться, ниша может быть неактуальна и так далее И, ну, как бы вы не захотите так долго это все делать Но придется пахать по 10, 12, 14 часов, может даже больше, каждый день Чтобы наработать свои 10 тысяч часов Если вы хотите достичь результата за относительно короткий промежуток времени Я считаю, 1-2-3 года это очень короткий горизонт, чтобы зарабатывать выше среднего Вот, если вы хотите на расслабоне, вертя одним мизинцем по часику в день на расслабоне И не вкладывать ни время, ни усилия, ни деньги То, ребят, рассчитывайте, что вы либо ничего не добьетесь в этой жизни И в крипте так тем более Либо будете добиваться этого очень долго и нудно Вот и все Надеюсь, был полезен, было приятно вам послушать Соответственно, такой вот формат Если заходят такие ролики Лайк, коммент Соответственно, также есть у меня телеграм-канал Подписывайтесь Я обновил ссылку Вот, где я выкладываю еще больше таких полезных мыслей Подкастов, да Можете написать хэштег подкаст И найти более еще интересные мысли по поводу жизни Крипты, психологии и многих других аспектов Поэтому Такие дела Спасибо за внимание Надеюсь, был полезен Постарался не растягивать, не разжевывать Но 40 минут вышел ролик Надеюсь, на одном дыхании его посмотрели Кто досмотрел до конца, пишите в комментах Если было полезно И какие пункты вы нарушали Либо соблюдаете Либо будете искоренять Пишите тоже в комментах Либо, может, какие пункты вы бы добавили еще сюда Но вот это все То, что я осознал за 3 года нахождения в крипте 2 года на ютубе И 2 года почти ведения закрытого клуба И пообщавшись с тысячами людей Может, даже с десятками тысяч людей И получая каждый день одни и те же вопросы Поэтому, ребят Вот это основные ошибки Если вы их искорените И будете делать все в точности наоборот Вы войдете в тот самый пресловутый 1% Что в крипте Что в жизни Поэтому Всем удачи Всем пока Было рад для вас вещать Надеюсь, было полезно Всем удачи Всем пока Применяйте рекомендации И искореняйте данные ошибки Субтитры сделал DimaTorzok